27 числа, ровно через месяц получается, будет в ткачах расходить замечательное абсолютное мероприятие. Кубок малого медного шлема. Эту историю придумал Иркин, Иркин из Мухомедов. Замечательный автор, знатный бухловед. И я горжусь дружбой с этим человеком. Действительно знающий человек, в отличие от меня. Человек с гораздо большим актом. Он устраивает это мероприятие уже последние пять лет, но до этого оно все время проходило в Москве. А тут мы как-то что-то встретились и решили, что ага. А почему так в Москве? Потому что в Питере же тоже, наверное, что-то же интересно. Это же здорово. Не так давно, только четыре года назад. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот здесь пришел Игорь, на самом деле, из Питерского рок-клуба еще давних времен. С удивлением отмечаю, что еще тридцать лет назад мы здесь распевали бутылку. Это так? Вот. Игорь, на самом деле, присутствовал на первой клубке «Малый шлем». А в Москве, это было в клубе «Джимми». Сколько там был там человек? Там участников 25, кажется, было? Нет, нет. Я думаю, что было один участников человек, наверное, тридцать. Ну, вот, ну, порядка тридцать лет назад. Ну, вот, ну, порядка тридцать лет назад. Еще в гостей человек тридцать лет назад. Да. И музыкантом человек. Вот. А на последнем клубке у нас уже было семь из два участника. Поэтому ширится, растет движение. Люди самого разного статуса, сексуального достатка этим и занимаются. Мне кажется, вот это выражение народного творчества, оно очень важно. Потому что чем отличается вот десятилетия домашняя вот от этого заготовки, от этого заготовки? Ничем. От того варенья, которое у бабушки у литров продаются? Ничем. Это просто разная форма заготовки. Это в Шотландии сколько как форму переработки сырья. Ты все рассказал про кубок этот 20 см? Слушай, я всех позвал. Все рассказал. Осталось отвечать. А рекрутировал нового участника? А, кстати. Вот. Не рекрутировал ни фига. Кому? Зареку, давай. Зареку тебе. Ваш хрэм. Друзья, если кто-то хочет поучаствовать, если у кого-то у вас есть желание, возможность реабилитить, выставить свое и, так сказать, представить на суд достойного ареапага. Но это не относится к настойкам, да? Почему же это относится к настойкам? У нас 10 категорий. Хлебное вино, выдержанные фруктовые вино, типа вискаря, типа коньяка, настойки, наливки. В общем-то, я думаю, что мы подберем категорию, найдем категорию. Есть, конечно, какие-то сложные виды, которые хрен поймешь, куда их засунуть. Мы их назвали авторские. Вот, например, там отжимки с вином авторских. Значит, участие стоит 1,5, правильно? 1200, вроде. 1200 рублей, которые мы дадим жюри, и 2 литра материала. Да, в судейскую комиссию нужно дать образцы анализа в пол-литра, и для того, чтобы люди, которые пришли, если, например, получил какой-то приз, чтобы люди должны иметь попробовать. Потому что бывают хитрожопые, которые там что-нибудь нацидели, там пол-литра, и больше у них нет. А потом людям, как это, он получил там приз, он получил какую-то высокую оценку, дайте нам попробовать, а у него нет. Вот, с этой целью вот такое пожелание, чтобы у человека на столе было какое-то количество запаса этого продукта. Вы сказали, правда, у меня дядя Васи, который делает самодон, деда Васи, который делает самодон, вроде как, а вот вам нравится, как он не любопытный раз пробовали, значит, пробовали или нет, а вот здесь, да. А вот здесь, да. А вот здесь, да. Вот, кстати, у Васи, которая вот вам зашла? Очень много. Как это было вообще? Что это было? Можно я расскажу сейчас такую историю? Значит, меня позвали в прошлом году во Владимир. Там есть во Владимире такая русская деревня, например, в Москву, которую построили еще на Олимпиаду или на фестиваль студентов. Там, ну, какие-то 80-70-е годы, там, когда-то так давно. В общем, ее там восстановили, там хорошая кухня, аттракцион, там какие-то двери, вскакое прочее. Раз в год они проводят конкурс самогона, куда соезжают, значит, местные вот эти вот покупки. Да. Меня позвали, значит, там в судейскую комиссию, там еще был вот владелец ресторана, один известный повар, шеф, который Сырников, Максим Сырников, и ряд людей, там, в этой самой судейской комиссии, и какие-то дядечки местные, которые, значит, гонят самогоды. 90% того, что там было сделано, там было немного участников, это сахар и дрожжи. Воняет, блядь, дрожжами так, что просто страшно. Вот. Но к этому вкусу в деревнях привыкли, и поэтому, когда мы все единогласно присудили, там было только два более-менее приличных производителя, один из Мэтич из Подмосковья. Вот. Роман. И причем Роман один из самых продвинутых домашних дистиллеров, потому что он проехал все дистиллерии почти Шотландии, все дистиллерии Ирландии сейчас в путешествие вернулся, куда-то там еще едет. То есть человек интересуется, дегустирует, коллекционирует, собирает, проводит сам мастер-класс. И не со своим бухлом, а с привезенным бухлом. То есть для него наработанный вкус, он смотрит, как это делает в других местах. Начинал Рома с полного говна. Вот. Но когда он поедел и посмотрел, у него совершенно поменялось впечатление. Так вот. Лучший напиток, который был там вставлен, это Ромин напиток. Когда в перерывчике мы вышли на улицу просто подышать воздухом, потому что там молоко, а у него такая толпа покой. А что это вы этому дали? У него промышленная продукция, не самогон, блядь. Этого что-то, блядь, вы... И в чем так... Этого не нашли-то, наверное. Реальная история. Просто вот привычки люди представляют, что самогон это что-то мутное, какая-то хуйня. Вот. Которая должна вонять, влезать. И которая, если выпиваешь стакан, сразу ты должен упасть головой, блядь, в помойке. Вот. Представление у многих о самогоне не на дорогах. Растутся с бешеным невероятным корзем. Слушай, мы забыли главное сделать. Фотосбини. Да. Держи. Это что такое? Это наш билет. А мы с ним делаем что? Мы с тобой его всем, во-первых, демонстрируем. Да. И говорим, что вот именно здесь... Билеты можно приобрести здесь. Наверное, можно будет приобрести в интернете. Да, Витлесня? Да, конечно. Ну вот. Бумажный, красивый. Нарядненький такой. Сколько? Ну, ничего. А, до дня на 5 месяцев 200 рублей, в день на 5 месяц... Торопитесь! Осталось только один месяц. Только сегодня только у нас. Всего 1200 рублей. И вы становитесь обладателем счастливого, заранее, гарантированно счастливого Глета. Глета можно будет приобрести во всех заведениях МГУ, а также в многих интересных барах, которые... Спрашивайте в барах нашего города. Осталось еще раз.